У моего дедушки Георгия Семёновича Зымолева немецкие корни. Георгий Зымолев почти всю свою жизнь посвятил нелёгкому труду шахтёра. Война застала его в должность технорука шахты-гигант, рудоуправления имени Дзержинского города Кривой Рог. Мой отец Георгий Семёнович Зымолев при наступлении фашистов на город Кривой Рог был вынужден взрывать шахты, на которых он работал и дал себе слово их же восстановить. Во время войны он добывал свинец для фронта. В 1945 году он вернулся в Кривой Рог и участвовал в восстановлении шахты. Зымолев Георгий Семёнович был награждён двумя орденами Ленина и медалью «Золотой звездой всех и молодых герой социалистического труда». Также он является полным кавалером ордена шахтёрской славы. Меня зовут Ольга Гитлер и я, Ольга Немка. Родственники, деды и бабушка изначально рыбачили. Рыба уходила на фронт. Также бабушка в дальнейшем была поварихой, работала. А мой дед Андрей с 1944 по 1945 год работал электриком на селе, так как больше не заниматься было некому. Мой прадедушка Когенштейн Владимир Людвикович породился в Житомирской области в 1919 году. Работал учителем 1941 года. Моего прадедушку увезли в неизвестном направлении труда армии. Прабабушку и её семью отправили в Новосибирск. И долгое время прадедушка с прабабушкой не могли устроиться на работу. Но случай один помог. Когда прабабушка устроилась, ну, решила помочь одной из русских семей ребёнку. И в школе узнали, что немка помогает ребёнку. И приняли на работу. После пяти лет работы в труда армии прадедушка был направлен в село Замильтёновка Омской области, в Лубинского района. Всю жизнь прабабушка и прадедушка посвятили своим ученикам. Моя мама Леангард Фрида Александровна родилась в немецкой семье в 1925 году в Саратовской области в городе Бальцер, ныне Красноармейск. В 1941 году мама заканчивает восемь классов, школы, и тут начинается война и отправляют в Казахстан. Там они занимаются сельским хозяйством, уборкой урожая, возили воду на поля, на буйволах. В 1942 году мама направляется в трудармию. С 1942 года она находится в Соликамске, у Соль-Лаги. Ей, конечно, повезло, потому что уже когда война начала заканчиваться, понадобились животноводы. Кто работал в трудармии, решили найти молодых девчонок, чтобы их направить на учебу. И в том числе отобрали мою маму. Кох Освальд Петрович родился в 1913 году. Краснодарский край, Новокубанский район, село Кропоткино. Папа попал в Евделевский лагерь, это на севере Урала. И был он там 4 года, с 1941 по 1945. Работал он везде, на стройках. В 1945, когда освободились, их переслали сюда, в Свердловск. Мой прадед, Иозеф Сельхо, он родился в селе Манхайм, это под городом Николаевом, на Украине. Мой дед, Иозеф, он на июнь 1941 года служил в армии. Война его застигла в армию. Он сразу же ушел на фронт, но через некоторое время он был снят с фронта и отправлен в Удмуртию на Лесоповал. Когда закончилась война, вся семья думала, что и их положение тоже с этим закончится. Но это было не так, и они должны были отмечаться вплоть до 1956 года. Папа был забран в трудармию и привезен сюда, на Урал. А мама с четырьмя детьми была отправлена в Сибирь, в Омскую область. Папа вместе с другими трудармейцами был высажен в тайгу, где ничего не было. И они корчевали лес, привозили огромные бревна. И папа наш был рамщиком, я это хорошо помню. Значит, обрабатывал эти бревна, делали шпалы. К 1945 году построился поселок, который сейчас носит название Пусничный, а тогда это был 20-й километр. Я, Крысова Бек, Хельга Вианеровна, родилась в Бизанский СССР, город Хамлар. Через эти среднеазиатские пустыни до Иртыша, по Иртышу, мы проплыли, пока Иртыш не замерз, до Павлодарской области. Там нас поселили вот такой колхоз Ротефанной, так и назывался по-немецки. В 1942 году отца призвали в трудовую армию, а в 1943 году мать тоже призвали в трудовую армию. Отец был на сплаве леса, где-то на Урале, а мать в Горьковской области станция сухобесводная, анализа поваля. Мы жили с дедом и с бабушкой в этом колхозе Ротефанной. Дед у нас был отличным столером. Наша мама, друженик тыла, цель Мария Адольфовна, родилась в 1923 году в Немецкой республике в Паволжье. В 1941 году 28 августа в товарных вагонах увезли в Сибирь, высадили на станции Шим-Тюменской области и распределили по разным колхозам. В январе 43-го мобилизовали в трудармию. Целый эшелон, в основном это были женщины, привезли в Нижний Тагил на ВМЗ. Маму направили на лесозаготовку на станцию Лобба. Дамы не заготавливали дрова для топки печей ВМЗ. Пилили на метровые чурки и вручную на себе по глубокому снегу выносили их из леса до железной дороги. Три кубометра в день норма, два выходных в месяц. Поставят кольцовку, бывало ночью, объявят подъем и шли грузить в вагоны. Несмотря на все невзгоды, человек она веселый, общительный, трудолюбивый, любая работа ей нипочем. Всю жизнь приходилось много работать. За доблестный труд неоднократно награждалась медалями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok